всем привет друзья с вами не льв горн и наконец-таки я вам могу показать и рассказать об игре trail makers и черт возьми она крутая хотелось бы сразу сказать что игра находится в альфа демо это она вот ну прям вот вообще вот 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 вообще не дам только доступ дали оказывается я просто профилонил но все-таки то есть версия вот 0.1.2 1907 то есть относитесь к некоторым моментам правильно здесь очень много багов возможно каких-то недоработок что-то может быть неправильно сделано еще что-то еще об этом разработчики предупреждают при так сказать допуске да в игру и предупреждают говорят относитесь к этому правильно и вы вы тоже относитесь пожалуйста зрители правильно сразу могу сказать что здесь все на английском и если я что-то неправильно понимаю или неправильно перевожу или где-то в каких-то моментах немножко туплю ребят или множко туплю то ребят пожалуйста тоже не бомбите поймите тоже правильно что из себя вообще игра представляет если вкратце это такой конструктор песочница в какой-то необычном мире вот в данный момент есть только вот такая вот карта которую нам нужно будет преодолеть то есть как-то проехать да пользуясь теми блоками которые нам будут давать в течение всей так сказать гонки и мы будем строить всяческий транспорт пока что здесь нету я так понял направленности на какие-то здания хотя со временем почему бы и нет потому что блоки очень есть своеобразные разные игра очень похожа на скраб механик но как бы это сказать со своими вот огромными плюсами перед скраб механиком первое это разрушение транспорт разрушается то есть вы можете там разогнавшись и врежешься об стенку взорваться также здесь сразу же есть вода без всяческих модов и можно плавать и также конечно же летать но это все впоследствии а сегодня будет именно первая серия потому что это за этой игрой я буду следить за этой игрой я буду прям вот прям наблюдать очень очень тщательно и сразу скажу если вам она нравится то пишите в комментариях ставьте лайки поддержите меня в таком начинании этой игры потому что игрушка очень очень потрясающе я бы хотел о ней рассказать многим просто практически всем давайте же уже начнем вступление такое долгое было но поймите и вот собственно говоря наш персонаж такой тоже такой довольно таки очень яркая личность на самом деле посмотрите так очень хорошо сделанный то есть такая голова такой плащу этот не плащ к шарфик то есть цель у нас понятно гоночкой нам даются вот самом начале блоки при этом при всем тут очень странная система точнее даже не странная а такая своеобразная конечно будет креативный режим но он появится только после того когда я пройду вот такой режим и вот нам дались разные блоки и деньги как видите в нижнем левом углу там с вот это монетки 154 монетки у меня сейчас и я не могу устройство построить больше чем вот на эту сумму каждый блок он имеет свою сну цену так скажем да и здесь мне сейчас дали колеса обычные блоки в кабину и еще разные такие моменты ну что ж давайте попытаемся по что-нибудь построить нажимаем на f у нас открывается площадка строительства и берем конечно же кабину кабина стоит 100 монет вот у нас кабина вот такая вот управление в принципе интуитивные простое так что здесь что-то придумывать сверх естественно не нужно так давайте мы я вот думаю так стоп так вот это я уже немножко забывая что забывая что здесь не уходит обратно так может быть а давайте мы возьмем так вот так вот поставим здесь еще вот так вот и здесь еще вот так вот к этому ко всему мы возьмем вот этот поворотный механизм установим его здесь так Так, вот добавим еще один и установим с этой стороны. Как видите, все, ну, ну, очень просто. То есть, вот видите, да, то есть, здесь ставим, давайте, колеса. Так, вот с колесами будет немножко посложнее, потому что они устанавливаются у нас, как видите, таким непростым способом. Так, готово. Теперь же нам нужно сзади поставить. Сзади мы вот так вот поставим, чуть подлиннее, да. И здесь вот, вот так вот и развернем, вот так вот поставим. Плюс еще одну добавляем и тоже вот так вот ставим. Отличненько, транспорт уже готов и сюда просто втыкаем колеса. Никаких двигателей или соединительных механизмов для того, чтобы крутился, крутились колеса или были ведущими, не нужно. То есть, здесь пока что все просто, в дальнейшем, я так думаю, все будет сложнее. Ну, вот, в принципе, уже есть такой вот намек на машинку, так? Единственное, что вот в двигателе мы можем настроить, допустим, если настроить, то мы можем выставить, какие колеса будут двигаться, да. То есть, работать над двигателем. Чем больше двигателей, тем быстрее мощность. Это уже, это мы уже узнаем, как бы, дальше. Так, и, в принципе, все. Кабины, в кабине нет никаких настроек. Давайте, пак. Все, машинка готова. Ну что ж, давайте за руль. Вот и все, сели и поехали. То есть, все, в принципе, вначале очень просто. Как бы, прям, ну, прям вот до простоты, да. То есть, четыре колеса, кабина и двигатель, который должен ехать. Так что, поехали потихонечку дальше. Еееей. Так, и что же нам в первую очередь нужно найти? Это блоки, ребят. Нам не хватает очень много блоков. И вот тут со звуком, со звуком немножко есть. Во, заработали колеса, звук. То есть, пока у нас нету подвески, ничего. Единственное, что меня в первую очередь сразу поразило, это то, что остаются следы. А, видите, тоже всячески... Ой, я врезался. Фундамент разный есть. Давайте попытаемся еще. Хотя блоки вот там показаны, но я... У меня такое ощущение, что в некоторых местах можно блоки найти просто рандомно. Как видите, следы показываются. Это очень-очень круто. Вода сразу же есть. Вы видели море. Давайте соберем. Оп. У меня, видите, цена поднялась. То есть, мы сейчас можем перестроить. Не то, что перестроить, а добавить какие-то элементы в наш транспорт. И добавляем, давайте, еще один двигатель. По-моему, это стоит того. Садимся. И скорость сразу же возросла. Чувствуете, да? Скорость сразу же возросла. И теперь мы можем спокойно разогнаться. И вот, собственно говоря, вот это вот и разрушение. То есть, понимаете, что можно очень элементарно умереть. И это круто. То есть, в дальнейшем пока что мультиплеера нет. Но в дальнейшем он обязательно появится. И здесь же можно будет воевать между собой на машинках. То есть, как-то громить друг друга. И это интересно, ребят. Главное, чтобы это не превратилось в какой-нибудь скраб механик. Ой, господи. Скраб-то механик, это дай бог. А вот, типа, робокрафта какого-нибудь. То есть, дай бог. Ну, хотя, почему нет? Если в своем стиле. Так, давайте еще поищем какие-нибудь блоки. Так, может, здесь что-нибудь есть? Нет, здесь, по-моему, ничего нет, да? Воу-воу-воу. Физика присутствует. В некоторых моментах она немножко странновата. Ну, по крайней мере, может быть, потому что я не... Ай-ай-ай, перевернулись. Так, нормально. Пересборка машины просто потрясающе сделана. В некоторых моментах она меня смущает, физика, но... Это, наверное, из-за того, что я просто плохо и очень... Ой, заносит, ребят. Очень плохо физику знаю. Вот и все, скорее всего, из-за этого. Так, давайте на чекпоинт доберемся до вот этого флага. Давай, 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 разгоняйся. Камни некоторые, конечно же, я не могу проехать, потому что... И... Вот, мы приехали. Видите, здесь у нас уже есть всяческие, ну, как сказать... Как бы это сказать? Моменты, да? То есть... Нас учат, как строить разнообразный транспорт. То есть мы туда... Это обратно. Давайте развернемся. И у меня есть 8 монеток. Это, конечно, не очень много. Но все-таки... Не разойдешься, так скажем, что прям вот... Прям вот... Прям-прям-прям... Очень много, да? Поэтому продолжаем дальше путешествовать. Забыл сказать, что здесь также можно менять вид. То есть от первого лица, пожалуйста, можно ездить. Потом можно вот... Такой вид. То есть он как бы... Камера остается в том режиме, с которого вы начали, да? Так скажем, да? Ну и, конечно же, камера... Камера сзади, то есть стандартная. Ладно, погнали дальше. У нас пока что 8 всего лишь монет. Так, оп, собрали. Какие-то птицы, какие-то сразу вражины летают. Так. Может быть, на краешек сразу куда-нибудь рванем? Может быть, вдруг здесь что-нибудь валяется? Вот пишут. Больше двигателей равняется больше скорости. Ну, это... Итак, логично. Давай, 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 давай. Нормально заехал. Ох ты ж, смотрите, сколько деталей. Офигеть. А вот они не показывали здесь. Понимаете, что здесь есть детальки, которые, ну, скрыты, так скажем, от нас. То есть почему-то на радаре они не показываются. Это печально на самом деле. Так что вот... Воу-воу-воу-воу-воу, занесло. Черт. Нормально, нормально. То есть заносит, в пике кидает. Скорее всего... Я не пробовал, но нужно будет попробовать. Обязательно задний ведущий, передний ведущий поставить. То есть посмотреть, как машинка себя ведет, да, вот в таких вот... Вот здесь вот отличненько. Как ведет себя... То есть колеса, как себя ведут в таких моментах. То есть тут экспериментируйте, экспериментируйте. Изучать игру прям до безумия нужно. Давайте больше скорости надо заехать. Ух. Я даже залетел, по-моему, да. Есть еще один двигатель. И я думаю, надо еще скорости. Потому что вот на эту гору мы должны заехать. Да и вот туда вот нам нужно, представляете? Да и туда нужно заехать. Короче. Ну-ка, давайте еще добавляем двиган. Опаньки. Отлично. В принципе, я могу еще поставить два колеса. Кстати. Может быть сделать, как думаете? Ну, я понимаю, что вы не... Ой, 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 ой. Вы не сможете мне сказать. Но все-таки. Давайте-ка мы... А хотя нет. Ай. Вот так вот. Так, ты у нас разворачиваешься, значит. Ну, куда-нибудь вот сюда вот только смещаем тебя немножечко. То есть... Да, вот даже вот так вот можно. Вот мы сюда поставим... Оп, подсоединился. И нам еще один такой блок нужен. Оп. Давай, подсоедини. Отлично. Теперь мы берем колесо и ставим... Ну, вот. Иногда я не понимаю, почему он так... В каких-то странах... Вот. Почему он развернулся. Ну, в общем, понятно, что здесь есть такие вот нюансы, да, так скажем, да. Которые пока непонятны, почему так происходит, да. То есть вот, типа, почему тебя развернуло. Вот. Подсоединился, видите. И вот здесь вот тоже непонятно. Больше колес дает нам какое-то преимущество? Ну, наверное, только устойчивость, да, то есть? Это точно. А вот дает ли преимущество в скорости? У нас три двигателя. Три двигателя. Ну и скорость у нас, смотрите, просто вообще возрастает в разы. 78 уже. Не знаю, километров, мили ли это. Скорее всего, километров. Воу. 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 Бум. Развалились. Но вот починка, как видите, она здесь очень быстрая и очень... Я опять просто, просто развалился. Вот. Очень легкая починка, поэтому здесь, ну, как бы, не проблема в этом плане. Главное, не убиться насмерть, потому что вы тогда просто вернетесь на чекпоинт. Это, конечно, неплохо, но не хотелось бы. Давайте разгонимся и попытаемся залететь на эту горку. Прямо под максимум. Давай. Давай. Жалко нитру какую-нибудь включить. Нельзя или что-нибудь типа такого. Ох ты, что-то, наверное... Давай, давай. Давай, скорость прям... Ох. Кое-как, кое-как, ребятки. Просто на последних, так скажем, хватило. Так. И, по-моему, у меня на один... А, нет, хватит еще на один двигатель. Ммм. Ну, раз такое дело... А, ну, хотя мы, смотрите, можем вот так вот поставить, да? И вот здесь V8, все дела. Двигатель тоже, кстати, хорошо сделан. То есть, ну, визуально, по крайней мере... Вообще, визуально машинки сделаны очень хорошо. То есть, колеса, двигатели, блоки, они все так довольно-таки хорошо сделаны. Но то, что вот машинка сама, так скажем, очень далеко от нас, да? От камеры, да? То есть, она... Приблизить вот в данный... Черт. Приземлились. Приблизить в данный момент нельзя. То есть, я ничего не могу такого сделать. Только вот менять виды. Ну что ж. Давай. Разгон. Еще больше. 80... Да, ой, 90. По-моему, по-моему, отлично. Я просто залетел, я бы сказал, да? И я еще один двигатель могу поставить. А вот теперь у меня есть... Вот давайте... Вот сейчас мы проверили, сколько вот... Мы сейчас прямо с вами проверим, да? Вот. Вот от этой горки до той горки, да? То есть, вот сколько я разгонюсь? Вот пошел. Проверяем. Влияет ли колеса как-нибудь на скорость? То есть, в принципе, в данный момент... Ну вот, почти 90. Будем считать почти 90, да? Там 80 с чем-то. То есть, на данный момент колеса должны уменьшать скорость. Так как трение увеличивается, да? Крутить колеса больше нужно, да? То есть, двигатели больше напрягаются. Проверим теперь вот так вот. Ну же, ну же, давай! По-моему, без разницы. По-моему, без разницы. Ну, такое ощущение, что чуть-чуть быстрее. Вот. Вот серьезно. Чуть-чуть быстрее, как будто бы. Ну ладно. Ладно. Это не конец, потому что... Потому что мы сейчас еще увеличим. Еще увеличим. Просто вот так вот. Вот так вот. Пять двигателей. Он прям... Смотрите, он с места прям вот. Звук такой еще хороший, да? То есть... Только вот разгону звука. Рево такого мотора жалко нету. Ну что ж... Кстати, нет. Давайте-ка мы сначала вот в тот лес съездим. Вдруг там тоже какие-нибудь блоки есть. Стоп! Ох, господи! Вот это скорость, ребят! Соточка! Черт! Черт, я забыл! В воде, ребят... Да. В воде, к сожалению... В воде, к сожалению, вот машинка у нас тонет. Но мы ее можем... Смотрите, что мы можем с ней сделать. Ну, давай. Оп. Забрать. И, собственно, у нас есть... Каждый раз она сохраняется, да? То есть, вот смотрите. Машинка есть. То есть, она каждый раз сохраняется. Мы ее можем в любой момент достать. И также вообще можно сохранять любое устройство. То есть, которое вы делаете. Любое устройство можно сохранять. Блюпринт вот это, да? Голубой принт. И, собственно говоря, машинка у вас сохранится. Ву-ву-ву-ву-ву! Подвески нету, машину бросает. Подвесочка будет чуть позже. Ну-ка давай. Ах ты! Просто у нас такой хот-род прям какой-то получился, да? Прям ничего лишнего. Я понимаю, что я залечу просто сейчас на эту... Мне так нравится, что здесь следы остаются, ребят. Очень круто. Вот. Как это сказать? Добавляет такого антуража, да? Так скажем. Давай, не скачи. Только нет, нет. Черт, меня просто развернуло от скорости, да? Ладно. Ладно. Сейчас вот я по прямой просто вообще крутить ничего не буду. Ну что ж, погнали! Давай! Давай, 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 давай! Давай быстрее! Еще больше! Еще! У-у-у-ух! Я просто залетел! Батька! Просто залетел, ребят! Я переборщил даже, мне кажется, со скоростью. Так что нормально. Все, отлично. Чекпоинт. Это место, где я буду респауниться. И тут, видите, сразу какие-то трамплины появляются. То есть, больше-больше возможностей. Это круто, ребят. Ух ты! Я сразу вижу блоки. Давайте. Давайте их сразу подберем. Нам нужно больше денег. Я хочу мега устройство себе. Тормози! Я бы, знаете, еще бы два колеса вперед добавил, чисто для того, чтобы... Чисто для того, чтобы... Поворот увеличить, да? То есть, вот эта вот скорость поворота. Вот, ребят, занесло. В дерево врезался. Вот и все. Черт! А почему... А почему у меня... Странно. Почему рядом с той точкой не сохранилось? Ну ладно, не проблема доехать. Ух ты, я что-то... Серьезно, я что-то пропустил? Это судьба была. Это реально была судьба, что я... Так сказать, вернулся на этот чекпоинт. Хо-хо-хо-хо! Ребят, я на козла встал. Вы видели. Прекрасно все это видели. Жесть, конечно. Мне нравится. Мне нравится очень, как ведет себя транспорт. Мне нравятся возможности, да? То есть, вот эти гоночки, вот эти прыжки. Да, конечно, я не вижу пока что какого-то оффроуда, да? То есть, какие-то, знаете, ну... То есть, возможности, где прям вот оффроуд можно устроить. Но гоночки, вот видно, что уже получаются очень-очень неплохие. Не знаю, что в итоге выйдет из этой игры. Вообще сейчас очень сложно судить, да? Говорить какие-то мысли. Я обязательно ее буду снимать. Я обязательно пройду вот это вот событие, так скажем, да? Вот эту карту всю. И потом еще хотелось бы со всеми блоками просто поэкспериментировать. Разные устройства посоздавать. То есть, там и для полета, там и транспорта водяной хотелось бы сделать. Еще как... Кстати, это новый блок, по-моему, да? По-моему, это новый блок. Да, видите, какой-то грит-блок. Грит-блок. То есть, это какой-то соединитель. Там, блин, кто-то летает наверху. Но я знаю, что здесь хищников или что-то... Каких-то враждебных существ пока что нет. Так что... Смотрите, трамплин. То есть... А, ну то есть, мне, по-моему, на него и нужно, кстати. Еще какой-то блок. Во-во-во-во, заносит вообще. Прям, знаете... А вот, кстати, давайте попробуем. Попробуем, знаете, что сделать? Отключить задние колеса от двигателей. Вот такой эксперимент напоследок, да? Вот так вот. И то есть, у нас будет передний только ведущий. Только я не понял, вот как он сейчас на козла встал. За счет задних колес, что ли? Или чего? То есть, его же... Вот да, он должен вот так вот прям вот... Смотрите, он дрифтует, ребятки. О, черт! Это... Так, все нормально, нормально. Сейчас они восстановятся. То есть, он дрифтует. Офигеть! И, по-моему... Так, давайте прыжок сделаем, потому что все блоки вроде бы собрал. Ну-ка, еще раз проверим. Я точно отключил задние колеса? Так, еще раз. Оп. А, нет. Стоп. Ну-го. Да, отключено. Вот теперь, наверное, да? То есть... Да нет. Вот... Вот я уверен, сейчас... Он... Я не знаю, как... Что... Что сделать, чтобы... Чтобы сохранить задние колеса. Так, окей. Давайте сохраним. Вот так вот. Звук поменялся, видите? Воу-воу-воу-воу! Дрифтит! Вы видели? Он просто дрифтит. Нет, задние колеса... Вот я чувствую, что они включены. Ну что ж, пошлите... Слышите звук двигателя? Отключился. Ну это просто уже... Перебор. Ой, немножко перебор. Ну-ка, вот сейчас вот еще раз проверяем, как у нас с двигателем. Ну-ка. Ну вот видите, вот... Я-я-я-я не знаю, что с ним не так. Он не хочет... Не хочет нормально. Вот и рев так рев. Мне нравится. Кстати, слабовато как-то разгоняюсь. Может быть... А, это... Неужели это на песку? Кстати, на песке точнее. То есть на песке он все, медленнее разгоняется? Потому что на земле он там прям рвал. С места прям. Там моментально до 70 разгонялся. А здесь он прям как-то так... Тянет-тянет. Пробуксовка чувствуется, может быть. А, или что-нибудь типа такого. Ребята, это еще подвесочки нет. То есть вот сейчас, где я прыгаю, появится подвеска, и все неровности будет глотать. Так, ровненько заехали, да? Вы чувствовали, да? То есть вообще идеально заехали. Ладно, нам нужно перепрыгнуть. Чтобы, так сказать, поставить точку на сегодняшнем... На сегодняшнем... Летсплее, не знаю, серии приключений. Погнали! Есть, нормально. Черт, завалился на бок. Ничего страшного. Ну, я пока что буду заканчивать. Ребята, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Не забывайте, если вы подпишетесь, обязательно нажать на колокольчик. Тогда вам будут приходить уведомления о новых видео. Ну, и поддержите меня в этом начинании вот этого нового, так сказать, летсплее по новой игре. Она будет разрабатываться. Я обязательно буду рассказывать вам о всех обновлениях, о всех новых фишках. И постараюсь как можно больше уделить этой игре времени. Всем всего удачи и пока!